всем привет с вами вадим казин и сегодня в этом видео я хочу вам рассказать какие корабли какой нации качать в первую очередь для новичков и так давайте сразу рассмотрим первый класс первый класс это у нас линкоры линкоры для новичков я предлагаю качать немецкой ветки почему потому что у них во первых очень очень хорошая броня имеется то есть буквально если вы новичок недавно в нашей игре совершаете какие-то ошибки бронирование немецких кораблей позволит вам подольше жить на скажем так на поле боя то есть бронирование немецких кораблей будет вам прощать ваши же ошибки дальше что тут есть хорошего у кораблей начиная где-то с 8 уровня появляется очень-очень приличный противоаминный калибр если вы соответственно прокачаете командира на это также установите специальной модернизации то тот же самый бисмарк позволяет стрелять с помощью своего пмк на расстоянии 10 и 6 километров то есть буквально ну наверно треть может быть половину вашего дамага будет набивать вот именно пмк также в качестве в общих минусов но для новичков это будет плюс это косые орудии если человек долго играть в нашу игру он уже примерно знает какое брать упреждение он стреляет но большой такой разброс снарядов выпущены с орудий немецких линкоров не позволяет ну более-менее хороший залп нанести и нанести хороший урон но для новичка это наоборот будет само то почему потому что опять же новичок не умеет брать правильное упреждение он может быть неправильно прицелился стрельну но за счет именно такого скажем так минуса как большой разброс он будет попадать частично но будет попадать по противникам и возможно также будет наносить урон то есть для новичков немецкие линкоры само то также в плюсах у них есть более или менее приличная скорость тот же самый гнезинау может разогнаться до 32 узлов у гнезинау также есть приличное пво кстати очень хороший корабль рекомендую вам его оставить в порту почему потому что имеются торпеды хорошая бронирование хорошая скорость хорошая пво можно даже его прокачать в пмк он будет стрелять если я не ошибаюсь на 7 и 2 километра просто замечательный корабль если вам гнезинау заходит значит смело идите дальше качайте бисмарк качайте да и гроз и качайте курфюста очень и очень хорошие корабли если вы по какой-то там причине уже прокачали немецкие линкоры хотите рассмотреть другие линкоры других наций то в качестве альтернативы я вам рекомендую прокачивать японские линкоры тоже очень хорошие корабли начиная с конга просто прекрасный конга имеет хорошую скорость приличные мощные орудия для своего уровня фусо тоже очень замечательный корабль имеет большое количество орудий то есть за счет большого количества именно орудий вы можете наносить очень очень серьезный урон ngata имеет калибр 410 миллиметров ну вообще у японской ветки линкоров тут либо большое количество орудий либо хороший такой приличный калибр то есть уさん у нас большое количество орудий ngata крупный калибр А маги большое количество орудий по сравнению с одноклассниками, у него 10, у одноклассников в основном 8-9. Далее изюм, у него уже получается 9 орудий, то есть очень-очень такой приличный линкор, ну не сказать, что прям замечательный, крутой, но для кого-то это кактус, для кого-то это спокойный, обыкновенный корабль, но точность у него есть приличная, небольшое количество надстроек, ну он корабль, как говорится, со своими плюсами, со своими минусами, но если вы его пройдете, то вас в топе ждет Ямато. Ямато имеет самый крупный калибр в нашей игре, 460 мм, то есть это очень-очень серьезный калибр. Ямато это вот прям вот такая, можно так сказать, знаменитая икона бронированных кораблей в виде линкоров, поэтому если вы любите играть на линкорах, то Ямато у вас должен быть обязательно в порту. Дальше давайте мы рассмотрим крейсера. Ну в первую очередь для новичков я рекомендую качать японскую ветку. Начиная где-то с фурутаки, у нас имеется приличная скорость, хорошее торпедное вооружение, мощные пушки. Дальше АОБО все то же самое, только чуть лучше и чуть больше там. МЕОКО вообще замечательный корабль для своего уровня. Далее у нас МАГАМИ в принципе неплохой, тем более скоро выйдет патч, в котором апнут его стоковые башни. Тут есть выбор, либо вы стреляете стоковыми 155 мм орудиями и у вас их будет 15 штук, либо вы ставите топовые 203 мм и у вас их будет уже поменьше 10 штук. И Буки такой, средненький корабль, не сказать что прям крутой, замечательный, но в принципе все равно повторяет стиль игры у всех японских крейсеров. Ну и далее в топе просто замечательный корабль, большинству игроков он нравится. ЗАУ это опять же можно так сказать практически, ну с одной стороны идеальный крейсер. Не все там идеально, но плюсов у этого корабля побольше чем минусов. У командиров качаем обязательно взрывотехник, стреляем фугасами, потому что шанс вызвать пожар у крейсеров японской ветки самый высокий в нашей игре. Дальше качайте маскировку, почему? Потому что маскировка позволит вам выбирать, когда вы будете стрелять, когда вы не будете стрелять. Плюс есть такой вот минус у японских кораблей, когда вы будете разворачиваться, все-таки лучше это делать, когда вы не светитесь. Ну мало ли надо будет поменять курс, либо развернуться, то просто переставите стрелять. Если нет поблизости самолетов, либо эсминцев, то вы спокойно в инвизии разворачиваетесь и потом опять продолжаете стрелять. Также не забываем про торпеды. Торпеды здесь хорошие, мощные, используйте. Очень и очень дает хороший профит, если вы будете использовать торпеды. Это конечно не эсминец, но иногда позволяет вам нанести очень-очень хороший урон. В качестве альтернативы я вам предлагаю качать немецкие крейсера. Ну лично я предлагаю, почему? Потому что тот же самый Кюнингсберг, просто прекрасный корабль на своем уровне. Нюрнберг неплохой. Правда вам тут попадется Йорк, большинство игроков считает этот корабль Кактус. Но если вы к нему, как говорится, подберете свой ключик и вы сможете на нем играть, то поверьте, дальше вас ждут просто интересные корабли. Хипер это конечно, ну тоже как Йорк, опять же требует некого внимания, подбора своего ключика к стилю игры. Играем на расстоянии, близко не подходим. Ну а если вот где-то там пришлось все-таки подойти, не забывайте, что у вас имеются приличные 6-километровые торпеды. Рун неплохой корабль, но на 10 уровне вас ждет действительно очень-очень хороший корабль под названием Гинденберг. В последнее время его часто катаю, очень-очень сильно нравится. То есть вот действительно такой вот универсальный хороший крейсер, имеет бронирование неплохое для крейсера, имеет торпеды, имеет приличные пушки. Правда тут урон фугасами поменьше, чем у одноклассников, зато урон бронебойными снарядами побольше, чем у одноклассников. То есть если мы на японских крейсерах играем в основном только на фугасах, только на фугасах, ну мало ли, если какой-нибудь крейсер борт поворачивает, тогда можете переключать на бронебойные снаряды. То здесь совершенно все наоборот. Чаще мы играем бронебойными снарядами, но если вообще никак, допустим линкор идет к вам в носом, вы его загоняете ББшки, ну никак не получается наносить урон. Тогда переключайтесь на фугасы и стреляйте, стреляйте фугасами. Также рекомендую прокачать взрывотехнику, вот как раз для этих вот случаев. Также качаем ПВО, тот же самый Гиндербург имеет приличное ПВО. Если прокачаете у командира, это пойдет только на пользу. Дальше давайте рассмотрим эсминцы. В качестве первой ветки для прокачки именно такого класса как эсминцы, я вам предлагаю прокачать японскую ветку эсминцев. Почему? Потому что на мой взгляд это самая простая ветка. Тут надо знать всего лишь только две вещи. Это дальность маскировки, то есть на каком расстоянии ваш корабль будет светиться. И вторая цифра это на какое расстояние идут ваши торпеды. И в принципе все. Про ГК можно забыть, его нужно использовать только в самый крайний случай, когда кто-то к вам пристал и вам ничего не остается, кроме как стрелять из орудий главного калибра. Либо если видите, что где-то поблизости идет какой-нибудь недобитый корабль, то тогда тоже применяете ГК. А так в основном играете от маскировки и от торпед. Торпеды у японских эсминцев, ну наверное самые лучшие на уровне. Далее в качестве альтернативы, совершенно другой альтернативы, другой стиль я предлагаю американские эсминцы. Здесь вообще все по-другому. Здесь вы как раз именно зависите от главного калибра. Если японцы у нас играют где-то там вдалеке, максимально близко не подходят к другим эсминцам других наций, то американский эсминец наоборот. Он играет где-то там впереди, у него ближний бой, у него средней дистанции боя обычно происходят. Почему? Потому что артиллерия у американских эсминцев такая своеобразная. То есть мы стреляем часто, но если мы будем стрелять из главного калибра на большое расстояние, то у нас получается такая не очень хорошая траектория полета снаряда. И вы скорее всего по какому-нибудь там вражескому эсминцу будете очень-очень с трудом попадать. Поэтому ваша стихия это ближний бой и средний бой. Также не забывайте про торпеды. Где-то там начиная уже с седьмого уровня Махана торпеды идут уже на 9,2 километра. Дальше Бенсон тоже 9,2 километра. Флэчер там побольше. И Геринг там еще дальше идут торпеды. Тоже хороший, как говорится, плюс. Про торпеды не забывайте, используйте. Но в основном ваша игра подойти поближе, поставить дымы и расстрелять какой-нибудь вражеский линкор. Либо вражеский крейсер. Ну а если вы видите какой-нибудь японский эсминец, либо какой-нибудь тоже американский эсминец, смело вступайте с ним в перестрелку ГК. Активно маневрируйте. Маневренность у американских эсминцев очень-очень хорошая. Про это не забывайте. Крутитесь, вертитесь, стреляйте. И если что, пускайте торпеды. Если видите, что противника перед вами больше, просто ставите дымы и уходите от этого противника. Это были эсминцы. Давайте теперь рассмотрим авианосцы. Я, конечно, такой не самый крутой игрок, который может вам что-то рассказать про авианосцы. Но все равно расскажу. У нас в настоящий момент в нашей игре две ветки авианосцев. Это американская и японская. Для начала я вам рекомендую прокачивать именно американскую ветку авианосцев. Почему? Потому что количество эскадриль меньше. Вам будет проще ими управлять. И если вы вот только начали играть, то я вам рекомендую все-таки ставить сетап у авианосцев стандартный, так называемый. И пробовать играть на нем. Если у вас будет нормально получаться, можете уже где-то там, начиная с Индепенденса, далее с Рейнджера, уже играть чисто от ударного сетапа, в котором полностью отсутствуют истребители. То есть у авианосца противника есть истребители, вы просто свои эскадрильи отводите, подводите под свои союзные крейсера, видите, что истребитель уходит, пробуйте пробраться где-нибудь другим флангом, другим направлением. Смело прокачивайте американские авианосцы. Если у вас все более-менее хорошо получается, ну тогда уже рекомендую прокачивать японские авианосцы. Там эскадриль побольше, правда количество самолетов в эскадрильях меньше, но в этом есть своя фишка. Для начала рекомендую прокачивать именно американские авианосцы. Все, спасибо, надеюсь видео было полезным, интересным. Если было таковым, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кстати, у меня в ВК сейчас идет раздача гарантированного бонус-кода, который закончится 14 апреля. Если вы принимали участие в недавнем конкурсе, делали репост на свою личную страницу, не забудьте зайти и забрать свой гарантированный приз в виде сигнальных флажков. Все, спасибо, с вами был Вадим Кайзин, желаю вам всего самого наилучшего и говорю пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok